здравствуйте а вы из какой страны самое лучшее на земле из белоруссии а из белоруссии а почему самое лучшее на земле а вот вы приезжайте вот посмотрите и сделайте свои выводы у нас были нет не было слушаться для вас у нас безвиз может очень пожалуйста никаких штампов в паспорте при я не знаю как сказать прекрасно люди отличные добрые доброжелательные приветливые как советском союзе больше у нас мало чего поменялось времен я могу вам сказать великая княжества литовская основной этнос этого государства был литвины а литвины это коренной народ и коренной народ из белоруссии белоруссии нынешней территории беларуси и вкл по сути первая столица вкл это новогрудок это центр практически беларуси это гром низкая область вот вторая уже была столица вильна вильнюс и по сути вильна вильнюс это белорусский город потому что вкл это наше образование литовское образование получается что если ваша почему тогда великое княжество литовское не белорусское назвали потому потому что основной народность у нас назывались литвины это не литовцы а просто литвины у нас были литвины у нас кривищи были палачане у нас были вообще вот литва литва латвия эстония украина это образование знаете каких но это после революционных я не сейчас не буду уже играть датами это наверно двадцатые тридцатые годы образование вот этих республик до этого они постоянно куда-то входили то вкл то потом речь посполитая многих белорусов слышу про великое княжество литовское и вот многие белорусы говорят как вы что это вот на белоруссия плане литва ну просто смотрите а имена вот это даже имя гиды минус это же не белорусское имя да 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 очень наверное длинное просто имя посмотрите белорусскую историю мы истории не переписывали у нас как нам ее давали как передавали как это ну да это уже было 30 лет тому назад когда я учился еще в советской школе учился получается советское образование получал не просто вот мы получать и белорусы украинцы русские там и восточные славяне литовцы они не относятся к славянам они уже там более этому как бы скандинавским я не знаю как их назвать я уже не буду вспоминать потому что нужно не ошибиться они не славяне а вот основная часть которые сейчас даже населения литвей которые не славяне они принадлежат нашему от нас но к славянам и белорусам просто в результате церкви на разделение образования новых республик соответственно им уже была прислана литва значит литовцы беларусь беларусь украина украинцы а вы были в литве вы знаете мы вильнюс свое время ну и сейчас может быть у нас минск один аэропорт это в центре города но он уже закрыт там сейчас у минск мир райончик построили такой большой потом аэропорт национальный минс 2 нас 30 километров от города а видимость мы называли минск 3 170 километров вот видимость приезжающий к нам всякий берлин 8 евро там париж 17 барселона 12 так что я всю европу вот свиньи со среди я постоянно через вас есть ну по меньшей мере там через варшаву бывает ну как купишь такие билеты откуда нет 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 только видишь если честно допустим димас и рига тоже я считаю что это города в упадке мало того что вы усиливое население потеряли ну в плане социальных каких-то благ для людей ну в плане удобства планетом транспорта я понимаю вот вы просто загуглите допустим автовокзал в минске и автовокзал вильнюсе или там допустим железнодорожный вокзал в минске и вильнюсе и ригнули просто приезжайте посмотрите вы будете не скажу какой-то что вы испытаете какой-то культурный шок но вы будете просто приятно удивлены после того как вам говорят что у нас тут ну что мы уже тут ёжиков доел и что нам тут нечего уже кушать один блогер я помню такой громкий скандал когда он полетел мимо беларуси и даже самолет остановили не помню как его звали протасевич про поселить и его прям самолет посадили поэтому после этих случаев страшно я говорю к вам страну заезжать обычным людям у нас к вам никаких абсолютно не претензий ничего все люди ну люди должны оставаться людьми любой ситуации ну чтобы не происходило и в основной массе я думаю что в литве живет основном больше положительное количество людей а ну каждой стране бывают исключения и также могу сказать что за нашу республику что вы не разочаруетесь люди я в литву приехала я здесь не родилась я тут пять лет живу как в литве сама я из казахстана я в казахстане родилась и переехала в литву и вот скажу что мне здесь очень нравится здесь чисто тоже люди такие очень культурные доброжелательные добрые ну прям вообще замечательные да мы тоже к литовцам вообще у нас никаких претензий мы всегда жили ну знаете до этих конфликтов как и добрые соседей на к нам знаете вот особенно люди вот преклонного возраста из литвы и с латвии они приезжают у нас на городах ну каких-нибудь маленьких городах поселках городского типа покупают домишки восстанавливать либо сносят выставить что-то по при азарабу устраивать присадимый участок там огородики и все и там допустим они получают литве пенсию прекрасно живут зарплат выше но у вас и уровень потребления гораздо выше чем у нас уровень цен потому что даже когда у вас как-то земной был кризис какая там электричество вообще какие-то цены вообще непонятно за киловатт называлась за один киловатт называлась цена там чуть ли не полтора евро у нас 100 киловатт стоит 5 евро ну за 100 киловатт 5 евро вот а там у вас до 1 у нас в квартире на каждый месяц наматывается и мы платим около 30 евро мы платим 5 100 киловатт но это вы так платите я не говорю что это постоянно у вас же там какой-то на бирже у вас постоянно какие-то тарифы это если вы на бирже а мы в основном все люди как делают заключать договор двухлетний там годовой там с компанией электро и у тебя в целый год одна и та же цена зафиксирована нужно просто ловить цены фиксировать как бы в течение года вот у нас был договор мы два года платили по низким ценам и когда в этот кризис начался цены сильно поднялись а мы все равно платили по низкой цене до до поднятия потому что у нас была зафиксирована цена а вот как вы думаете на ваш взгляд почему тогда много белорусов живет в той же литве либо в других европейских странах несмотря на то что у вас дешево продукты вы говорите хорошие почему они выбирают все-таки жить в дорогих европейских странах у него может уезжают которые могут себя найти допустим вся сфера эти сейчас уехала от нас но связи с санкциями когда нас ввели двадцатом году все по выезжали у вас зарплату вас выше но если у нас допустим 600 евро среднее тупо вильнюсу нами тысячи две три будет средняя заработная в евро вот и люди пытаются выехать туда ограничивая себя во всем зарабатывать опять деньги знаете мы белорусы на такие свойственные к накоплению потом обратно же приезжает покупает на тебе будет устраивать квартиры дома сейчас сейчас очень большой вот знаете ну конечно трагедия можно нашего народа что у нас случилось двадцатом году что очень много людей повелось непонятно на что вот на волне это знаете независимости там у кошенку ходили там мы европейцы то что на украине происходит сейчас не знают как вернуться очень жалею потому что да сразу тем их с распространенными объятиями все мы белорусы а сейчас уже отношение не как украинцам опять же украинцы тоже такой ситуации попали что и не так же вы знаете действовали с нами даже сейчас действует с украинцами нас тогда называли в двадцатом году приезжайте приезжайте уезжайте от диктатора со своей страны и даже украинцам вот беженцы всех сейчас принимали а сейчас уже уже как бы наелись украинцами и я не знаю я вы знаете я могу сказать я говорю что я древний еще семьдесят девятый пионером был вот я в детстве когда у нас был развал 90-е годы до двухтысячных вот пока перетрубация была знаете ну я еще моложе был конечно там на 25 лет вот и знаете такая не то что зависть почему мои родители как бы не родили меня в германии либо в америке жил бы как у христа за пазухой сейчас я думаю каким я идиотом был ну и хорошо что это не существует потому что я говорю я настолько деньги все решает понимаете деньги не все решают вот само спокойствие и не то что уверенность завтрашние дни надо быть себе уверенным ну как-то еще дает какой-то какие-то гарантии общество что ну приятно жить это с людьми общаться есть друзья настоящие мне кажется а еще я слышала про язык ваш что мало кто говорит на белорусском языке у вас так вы знаете такая же ситуация везде если взять все постсоветские республики тоже украина я допустим в девятнадцатом году последний раз до пандемии во львове столкнулся с негативом а потом она с братья славы летел через землю со львова на автобусе до киева с киева уже на пользу я в киеве продуманная с 8 утра где-то до семи вечера вот гулял по киеву просто пещать и кто же знаете но первый раз киев визу я завесил в период времени ни одного украинского слова не услышал представлять девятнадцатом году хотя это уже было после 14 когда у них уже майдан случился вот так что да ну знаете у нас никто у нас два государственных языка и допустим документ оборот ведется пожалуйста на каком вы хотите если хотите на белорусском вам дадут документ на белорусском если вам удобно на русском вам предоставят на русском допустим все названия улицы название городов ну просто так еще все прописано на белорусском языке сейчас мы уже 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 сейчас мы убрали латиницу рач у нас дублировалось вот ted quandary на пусть на русское и снизу на потеницыworking сейчас мы уже начать нас по русской белорусски на русское и снизу перевод на русский вот у нас в школах при выход вами белорусской языка 50-50 50 процентов русский записать на русского 50 литературы 50 витера Ну, пропорционально. Есть белорусская новая школа, в каждой школе есть белорусская новая класса. Я слышала, что в университете у вас мало профессий, на которых, ну, чтобы на белорусском языке профессию учить. Мало, мало, да, это в основном гуманитарные будут институты, потому что все точные науки, и, допустим, химия, физика, вся терминология, она либо русская, либо, ну, замежная, приобретенная. Вот, чтобы не переводить это все на белорусскую новую, соответственно, чтобы не путать людей, не вводить новые понятия, ну, легче преподавать на русском, потому что, ну, я говорю, в школах у нас 50 на 50, даже если ты будешь учиться в белорусском новой школе, то у тебя язык и литература все равно будут 50 на 50, пускай у тебя другие предметы будут на белорусской мове, но преподавание самого языка будет количество часов, ну, рано пропорционально. У нас тот, кто хочет, просто, знаете, у нас пожелания, у нас нет такого, как бы, принуждалки, вот, учи белорусский и все, там, что ты должен знать белорусский. Если ты хочешь, пожалуйста, может, и никто тебе там не скажет, ну, как хочешь. Очень красиво, знаете, когда человек ведает свою мову, ну, знает свой язык, разговаривает над ним, то белорусская мова, она очень красивая, она очень певучая. Допустим, даже по сравнению с украинской, ну, она подобная, верим, подобная, вот, и украинская, она более грубая, они там хэ, куют, ок, ну, в общем, ну, он, как бы, если его слушать чисто украинский язык, то он, в принципе, воспринимается на слух. Я не говорю про песню, ну, там, знаете, в песне можно же окончание, ну, играть, играться интонациями, а когда вот просто разговорная речь, то украинская, она очень грубая, а наша, она у нас с, дз, у нас, ну, мягкие звуки, ну, в каждом практически слове у нас есть смягчающий, либо суффикс, либо окончание, вот, и у нас очень красиво, вот, вы, говорю, вы можете послушать какие-нибудь белорусские песни, вот, они очень хорошо ложатся на слух, просто, ну, воспринимаются, вот, как говорится, певучая, ну, как бы музыкальная, вот, речь у нас получается. И я очень уважаю дворусский язык, дворусскую мову. Ну, я школу закончил с отличием, и, как бы, я еще в свое время, верю, недобавил его умову, и он мог разговаривать на ее, вот, а сейчас, ну, это просто, знаете, если сейчас начинать разговаривать, то мне надо вспоминать, уже прошло, со школы уже мне прошло, там, 30 лет, ну, вот, мне надо уже вспоминать слова, делать паузы, и я уважаю свой язык, чтобы, знаете, ну, не хочется его как-то коребить, ну, своими незнаниями, своими пробелами. Вот я считаю просто, если хочешь разговаривать, то его надо знать, ну, досконально. Как вы думаете, не будет ли такой ситуации, что пройдет энное количество лет, и белорусский язык вообще пропадет, или такого не может произойти? Такого не может произойти, потому что, вот, на протяжении всего этого времени, хотя бы в моей жизни, я могу, я вижу, я сравниваю, но, я говорю, у нас ничего, у нас в Советском Союзе ничего не поменялось, в плане, вот, менталитета людского, вот, людей, отношений к языку и друг к другу, вот, я говорю, вот, я очень рад, что я живу в такой прекрасной, доброй, замечательной стране. Я считаю, что мне очень повезло. Люди, как бы, еще пытаются думать о ближнем, понимаете, ну, взаимопомощь какая-то, вот. А вот у вас, если уже сравнивать, ну, я просто, ну, тоже, как бы, у этих друзья и знакомые, ну, и кибался, какая же Украина, ну, уже пришло больше на коммерческие отношения. Я скажу, вот, за себя я в восторге в Литве от людей, потому что мне очень нравятся здесь люди. Ну, я говорю, никаких литовцев, вот, латыши уже, они немножко, они высокомерные, они такие постоянные, ну, как бы, они угнетенные были, они обиженные на всех, им все должны быть, вот, как украинцы. Литовцы, я говорю, к литовцам вообще никогда никаких вопросов, и литовцы для нас всегда были добрые соседи и друзья. Сейчас пришли правительства в Литве, у нас-то не меняется правительство. Мы себе выбрали, и все, нас устраивает, нам прекрасно. Я говорю, ну, поставлю менеджера, он рулит, занимается своими делами, и мы туда не лезем, как бы, и прекрасно себя чувствуем, вот.